Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о лампаде перед иконой Богородицы Иверская, которая сама раскачивается во время молитв. В Греции на Афоне есть Иверский монастырь. Своё название эта монашеская обитель получила благодаря тому, что её основали грузины, и первоначально Иверский монастырь населяли монахи-грузины. Иверия — древнее название Грузии. Перед Иверской иконой висит большая неугасимая лампада, называемая лампадой вратарницы, весом около двух с половиной килограмм. Ещё с древних лет с ней происходит что-то странное, или лучше сказать, это явное чудо. Она нарушает закон земного притяжения и качается сама собой. Движется невидимой силой. Лампада качается продолжительно и ритмично по горизонтали во время больших праздников и иногда совсем неужиданно и вне богослужения. Чаще всего это бывает на всеночном бдении. Обычно в самый торжественный момент, когда в мелодичных песнопениях воспевается Господь наш Иисус Христос или Пресвятая Владычица Богородица, и когда, согласно церковному уставу, зажигаются все лампады и свечи. Это дивное и необыкновенное явление вызывает удивление и волнение среди насельников монастыря, а также среди многочисленных паломников. Согласно древнему преданию, сохранившемуся до наших дней качание лампады в праздничные дни, считается очевидным признаком того, что Пресвятая Богородица невидимо присутствует в этот момент в храме и как бы говорит присутствующим. Другое предание говорит, что покачивание лампады без праздничного повода предвозвещает какое-то несчастье, имеющее особое значение и важные последствия для всего мира, например, землетрясение, войну, смертоносную болезнь или еще что-то. Покачивание лампады является в этом случае не только грозным предупредением, но и знаком заботы и молитвенно-газоступничества Пресвятой Богородицы, которая своевременно предупреждает нас готовиться к предстоящему испытанию покаянием и молитвой для умилостивления Господа. Светогорцы рассказывали перед тем, как турецкие войска напали на Кипр. Лампада качалась в будние дни, так что масло переливалось через край. То же происходило накануне Американо-Иракской войны. Качалась лампада и перед землетрясением в Армении. Однажды один молодой монах из Иверского монастыра, который имел послушание заботиться о лампаде, думая, что лампада качается движением воздуха, решил наполнить ее нижнюю часть песком, чтобы она была тяжелее и таким образом висела неподвижно. Так он и сделал. Однако следующей ночью, когда он вошел в храм, чтобы совершить свое послушание, к великому своему удивлению он увидел, что лампада сорвалась от тяжести и упала на землю, но стояла прямо. Хотя в своей нижней части она завершается острым концом. Лампада тихо теплилась, как будто ничего не произошло. Молодой кадиловый сжигатель сразу же высыпал песок и снова повесил лампаду на ее место. Затем со слезами на глазах он поспешил исповедать свой грех маловерия, от которого избавила Иго Матерь Божия. Он сам возвестил перед всеми это дивное чудо, прославляя Царицу Небесную, которая вразумила и научила Иго, что и дежья Бог хочет побеждать все естествачьим. На этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам о явлении Креста и Богородице на небе. Вставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте свои истории присутствия Бога в вашей жизни. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok